Продолжение следует... Я рад вас всех приветствовать на церемонии открытия фото-выставки «Россия. Папуа. Новая Гвинея», которая организована Министерством иностранных дел Российской Федерации и Фондом сохранения этнокультурного наследия имени Миклуха Маклая. Выставка обещает быть очень интересной и мы уверены, что в первую очередь она продемонстрирует всем посетителям давние исторические связи между нашей страной и Папуа-Новой Гвинеей. И нам очень приятно, что память о выдающемся русском путешественнике и этнографе Николая Николаевича Миклуха Маклая, который стоял у истоков отечественных исследований жизни, быта и культуры народов Южной части Тихого океана, сохраняется не только в нашей стране, но и среди населения северо-восточной части острова Новая Гвинея, где, собственно, и побывал наш знаменитый соотечественник. В последнее время наши связи с Папуа-Новой Гвинеей заметно активизировались. В ноябре 2018 года состоялся первый в истории контакт глав правительств двух стран на полях саммита Форума Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество в Порт-Морсбе. И в настоящее время планируется визит премьер-министра Папуа-Новой Гвинеи Питера О'Нила в нашу страну. Имеются неплохие перспективы кооперации в топливно-энергетической, сельскохозяйственной, туристических сферах. Прорабатывается вопрос об организации обмена бизнес-миссиями наших стран. Активно развивается взаимодействие в гуманитарной области. Наша страна готова принимать на обучение в своих вуздах граждан Папуа-Новой Гвинеи. Есть планы по созданию российских кабинетов в городах Порт-Морсбе и Маданге. Мы отмечаем растущий интерес новогвинейской молодежи к России. В октябре прошлого года в рамках организуемого Россотрудничества программы «Новое поколение» в Москву и Санкт-Петербург впервые посетила группа дипломатов и представителей вузов Папуа-Новой Гвинеи. Ну и я не могу не упомянуть о состоявшейся в 2017 году российской научно-исследовательской экспедиции «На берег Маклая», организованной фондом, который возглавляет Николай Николаевич, полный тезка и прямой потомок Миклуха Маклая. И некоторые из фотографий, которые были сделаны в ходе этой экспедиции в 2017 году, они тоже представлены здесь на сегодняшней экспозиции. Я убежден в несомненной пользе таких мероприятий, которые вносят важный вклад в укрепление взаимопонимания между народами. И, пользуясь случаем, хотел бы выразить признательность фонду за подвижническую деятельность по популяризации научных достижений нашего выдающегося соотечественника, а также заверить вас в том, что Министерство иностранных дел готово и далее оказывать фонду поддержку всем вашим инициативам, которые нацелены на развитие связи с дружественной Пупуа Новой Гвинеи. Благодарю за внимание и передаю слово Николаю Николаевичу. Спасибо. Благодарю, Евгений Ильич. Я благодарю всех присутствующих за то, что вы нашли время посетить эту выставку. Вы знаете, она называется «Россия и Папуа Новой Гвинеи». Буквально год назад она началась с названия «Миклуха Маклая. 21 века. Жившая история». Эта выставка прошла уже во многих городах. 35 подобных выставок. Действительно, десятки тысяч людей, россиян посмотрели. И мы ее представили также на саммите АТЭС, где новогвинейская сторона была, конечно, поражена, насколько много людей в России помнят Новую Гвинею по рассказам Миклуха Маклая, по его дневникам, которые были когда-то опубликованы. Наверное, мы единственная страна в мире, в которой десятки миллионов действительно людей помнят и знают об этом далеком острове. И вот эта вот память, которую мы сохранили, и которую сохранили новогвинейцы, и подвигнула меня и сотрудников фонда организовать этот проект. Мы никогда не предполагали, что он действительно позволит во многом объединить в культурных отношениях наши страны, потому что сейчас запланирован ряд будущих мероприятий в культурной сфере, которые могут действительно быть поддержаны и уже поддержаны на уровне правительств двух стран. Я хотел также вам сказать, что самое главное, из-за чего мы представили эту выставку, из-за той памяти, которую сохранили новогвинейцы у России. В 2017 году, через 40 лет после советской экспедиции, которая была организована Российской Академией Наук, мы отправились на этот берег совместно с российскими учеными из Москвы и Санкт-Петербурга, и никогда не ожидали, что нас будут встречать 3000 местных жителей берега Маклая. Они поднимут российский флаг и будут петь свой гимн. А для того, чтобы показать, насколько они помнят нас и хотели бы дружить в джунгли, а ведь это действительно так, это труднодоступные места, специально прибыл основатель государства Майкл Самара, для того, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Мы сделали тогда телемост, и для того, чтобы показать России, как живут и как помнят новогвинейцы Россию, они специально принесли антенны, которые усиливают сигнал. Безвозмездно делали все для того, чтобы наладить вот эти вот контакты. И именно вот это, наверное, вот этот вот дух, вот эти внутренние вибрации заставили нас делать это дело. И, конечно же, ваши благодарные отзывы, потому что если бы мы не увидели поддержку людей, мы не смогли бы организовать все то, что мы организовали, и то, что будет двигаться дальше. Я должен вам сказать, что исторически Министерство иностранных дел поддерживало Миклуха Маклая и в его путешествиях, и в разные этапы его жизни. Несмотря на то, что его первое путешествие началось с поддержки Русского географического общества, последующая его деятельность, а он провел не один десяток лет за границей, была при поддержке Министерства иностранных дел. Я считаю, когда Миклуха Маклай умирал, он сказал такие слова, «Наверное, сейчас все мои труды пропадут». Я могу сказать с гордостью и с благодарностью, что сейчас мы видим, что его труды не пропали, и только со временем мы можем понять, что то, что он сделал, сейчас может объединить действительно народы наших стран, та память и то уважение, которое у нас есть в сердцах. Я благодарю еще раз вас за то, что вы нашли время, и считаю, что это, конечно, знаковое событие для того, чтобы действительно показать, показать, насколько важные принципы прививал, гуманистические принципы прививал в отношении Миклуха Маклай. Если бы не его отношение к людям, которые сейчас говорят толерантность, уважение, сохранение традиций, невмешательство, мы бы не смогли получить через 150 лет такого хорошего приема. Поэтому он, конечно, является образцом гуманизма. Недаром в 1996 году через 150 лет ЮНЕСКО его назвала гражданином мира. И очень приятно, что именно россиянин стал родоначальником этого гуманизма, который сейчас продвигается во всем мире. Я благодарю вас еще раз. Спасибо, коллеги. Ну, давайте по традиции отметим бокалом шампанского открытие этой замечательной фотовыставки и вместе осмотрим экспозицию. Еще раз всех поздравляю с этим замечательным мероприятием. Спасибо. Сказать два слова еще можете о выставке? Если мы, может быть, попросим еще Николая Николаевича два слова буквально сказать о выставке, чтобы у нас было правильное понимание, как ее лучше осматривать. Эта выставка составлена таким образом, что мы использовали рисунки, копии рисунков Миклуха Маклая с берега Маклая, который он сделал. В чем эта уникальность? Дело в том, что он впервые столкнулся как европеец с людьми, которые не знали тогда, что такое железо. Фактически мы можем проследить развитие человеческой цивилизации этого региона, начиная от каменного века, заканчивая сегодняшним днем. Потрясающим заключается то, что, несмотря на то, что вошли новые технологии, во многом мир сохранил вот эти традиции. И новогвинейцы не только сохранили традицию, когда пересказывают из уст в уста истории, точно так же, как и Миклуха Маклая, но и во многом они сохранили традиции в быту. И вот эти фотографии показывают. С одной стороны, мы взяли рисунки Миклуха Маклая 150 лет назад и приложили фотографии 2017 года. И можно посмотреть, как это меняется. Внизу мы сделали некоторые подписи для того, чтобы можно было понять, что же происходит. Например, вот в подобных костюмах, которые мы можем видеть, они не ходят ежедневно. У них есть футболки, они, безусловно, ходят так, как их попросили, для того, чтобы не шокировать некоторых людей. Но эта одежда у них всегда под рукой, что важно. И этому у них можно поучиться. То есть это как бы на полке, и если надо, они всегда могут ее одеть. Поэтому еще мы, конечно, благодарны этому событию, которое было в 2017 году, и отношения людей, потому что мы привезли сюда абсолютно официально описанную, интереснейшую коллекцию 40 предметов быта именно с берега Маклая, которые, возможно, в 2021 году, сейчас у нас запланирована еще и выставка этих предметов. То есть это все как бы будет вот так продолжаться. На выставке здесь 35 фотополотен. И если вы присмотритесь, это то отношение, которое вот они передавали нам, искреннее отношение, которое, наверное, и стоит самого дорогого, которое не купишь ни за какие деньги, и которое позволяет нам через 150 лет быть дорогими гостями и получать во всем поддержку и защиту и отправляться в новую экспедицию. Кстати, мы 21 апреля еще отправляемся в новую экспедицию. И тоже при поддержке научного сообщества и при поддержке Министерства иностранных дел будем там в течение месяца. Спасибо. Спасибо большое. Еще раз приглашаю всех к осмотру выставки. Спасибо. 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 Спасибо.